Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада, что вы попали на премьеру этого видео. Если нет, если вы смотрите его в записи, то не огорчайтесь, будет еще одна премьера. Главное, что начало положено. Сегодня, наконец-то, я буду работать на своей самой любимой бумаге. Здесь, в Америке, эта бумага называется Arches. Естественно, как всегда, это акварельная работа, и это будет Сан-Франциско. Сан-Франциско находится на таком достаточно узком полуострове, и он как палец типа врезается в океан и разделяет этот океан на залив и на открытый океан. И эту фотографию я сделала с круизного корабля, который выезжает в открытый океан, делает там небольшой променант, понад берегом потом разворачивается и возвращается обратно в залив. А залив находится как раз вот там, за мостом. Эта работа достаточно простая. Я выделила примерно одну четвертую для линии горизонта и одну четвертую для горы. Все остальное будет занимать небо. И потом, так как я работаю на бумаге Arches, я вообще ни о чем не волнуюсь. На этой бумаге всегда все получается. На этой бумаге акварель высыхает так, что она не смотрится как грязь и нет никаких разводов. Это моя склейка, достаточно старая. Ей уже, наверное, лет 20. Я просто когда-то очень давно попала на распродажу и купила себе таких несколько склеек разного размера, и они у меня до сих пор сохранились. Я знаю, что люди, которые сейчас покупают эту бумагу, они жалуются и говорят, что это уже не та бумага, которая была раньше. За последние 20 лет эта фирма очень часто продавалась. И в 2017 году ее купила какая-то корпорация, которая вообще не связана с производством бумаги. И, естественно, их желание – это больше дохода, меньше расходов. А из-за этого страдает качество. Я начинаю с неба, и сегодня я решила перевернуть бумагу вверх ногами для того, чтобы больше желтый перетекал в голубой. Чаще всего я делаю наоборот, когда у меня голубой перетекает вниз, и там я добавляю желтый. Видео не ускоренное. Если вы смотрели мое видео «Секреты акварели», то то, что я сейчас делаю, вам знакомо. Это то самое упражнение, когда вы проводите полоску или борозду, как оно там называется, ждете 5 секунд, потом проводите следующую. Вам надо каждый раз дать возможность краске скопиться внизу и собраться в такие толстые капли. При этом очень важно кисточку не макать в воду. Если вы обратили внимание, то у меня две кисточки. Желтую краску я наносила кисточкой рублев, а голубую краску я наношу эскодой. Эти кисточки очень похожи по своим свойствам по работе, поэтому я чаще всего использую для этого эти две кисточки. Я заранее приготовила желтую смесь и голубую смесь. И эти кисточки уже полностью смочены этой краской и просто ждали своей очереди. Но в воду я эти кисточки не макала. И даже сейчас моя кисточка рублев лежит в этой желтой луже и ждет своей очереди. Сейчас кисточка становится суше, и поэтому краска выглядит темнее. Я надеюсь, что эта голубая полоса, которая у меня получилась сама собой, так и останется. Так как я в небо вписала желтый, то, естественно, это небо уже должно быть неравномерное. То есть в нем уже что-то происходит. Иначе небо надо заливать просто гладкой поверхностью. А для этого нужна мокрая бумага. Но мой выбор сегодня был работать по сухой бумаге как раз для того, чтобы не получилось все очень гладкое. Если вы смотрели мои какие-то другие видео, то вы знаете, что я люблю брызгать. Поэтому я сейчас тоже побрызгаю. И я это делаю для того, чтобы добавить разнообразие, чтобы добавить какие-то разводы. Чтобы не было все на вид такое гладенькое и скучное. И вообще, на мой взгляд, когда композиция простая, то надо как-то больше цветового драматизма. Ну что же, расскажу вам о цвете. Первый слой желтого это была чистая натуральная охра. Потом голубой, который вы видели, это был ультрамарин, кобальт и чуть-чуть охры. Почему такие смеси? Охра, я думаю, понятно. Потому что мне нужен был какой-то приглушенный желтый для того, чтобы показать утреннее небо. Ультрамарин, потому что ультрамарин хорошо смешивается с другими цветами. Кобальт смешивается плохо. Но зато кобальт красивый голубой цвет. И из-за того, что кобальт такой красивый, я хотела использовать его для воды. Поэтому вода выглядит зеленоватая, потому что это смесь кобальта и охры. Поэтому у меня все эти цвета так перемешаны. Если, например, взять, сделать небо, скажем, ультрамариновое, а потом взять, сделать горы, ну, какая-то охра. Ну, а потом взять, сделать воду другим голубым, скажем, кобальтом, или может даже взять зеленое и сделать зеленым. То почему бы и нет, да, если это ваши цвета, которые вам нравятся. Но дело в том, что тогда все будет выглядеть как аппликация. Как будто вы все это вырезали и вклеили. И для того, чтобы все эти цвета смотрелись вместе, их надо обязательно смешивать один с другим. И так как я заранее знала, что я хочу кобальт и желтый использовать в воде, то мне этот кобальт и желтый нужны в небе. А этот темный слой внизу я просто нанесла индиго. Индиго вообще такой замечательный цвет, один из моих любимых цветов. В основном из-за того, что в индиго намешали несколько пигментов, и они так подобрали эти пигменты, что этот цвет индиго очень легко смешивается почти со всеми другими цветами. А вот сейчас я вам открою еще один секрет акварели. Вы видели, что я смочила водой только определенную часть вот этой горы. Потом надо подождать где-то 5 секунд, чтобы эта вода стекла и создала вот те большие капли. А дальше вы не спеша заполняете краской всю эту поверхность. И там, где вы намочили, и там, где вы не намочили. И само собой в том месте, где образовались капли, будут получаться разводы. Но эти разводы при высыхании будут выглядеть как туман. Так что теперь, когда вы видите в какой-то работе, такой неожиданный туман проходит через деревья или через горы, вы знаете, как именно это сделать. Ну, естественно, во всем нужна небольшая тренировка. А особенно привыкнуть к определенной бумаге, определенной краске и определенной кисточке. Потому что на разной бумаге по-разному будет это получаться. И разные кисточки все это делают по-разному. Ну и, естественно, краска реагирует по-разному тоже. Вам надо привыкнуть именно к своим материалам. И, кстати, вот этот серый цвет, который я сейчас использую, это опять комбинация всех тех красок, которые у меня уже на палитре. Это индиго, там немного желтого, немножко ультрамарина. И как-то оно в этом сочетании мне дает вот такой красивый серый цвет. Никакой определенной формулы у меня для этого цвета нет. Это в прямом смысле слова грязь с моей палитры. У меня нет цели скопировать фотографию. Взгляните еще раз на эту фотографию. Вы видите, сколько там деталей. Нет никакой нужды рисовать все эти детали. И я так решила, что на переднем плане будет небольшой парусник. И этот парусник должен забирать на себя все основное внимание. То есть, когда человек посмотрит на эту работу, то первое, что они видят, парусник. А потом начинают рассматривать все остальное. И потом вот здесь, понад берегом, у меня будет находиться очень много разных лодочек. Но они будут так далеко, что будут просто намеки, что там лодочки. Пока я себе обозначу такие разные беленькие пятнышки, квадратики, чтобы я знала, что там у меня что-то будет. Но потом я все это сделаю более серое, чтобы все это не было такое заметное. И перед тем, как выделять все эти места для лодок, я провела одну мокрую линию. И это тоже была краска индиго. И для чего я это сделала? Для того, чтобы потом эта краска начинала стекать вниз. И я ей помогаю. Я специально такие вертикальные полосочки рисую, чтобы постепенно эта краска стекала. И тогда у меня вот этот задний план, который я сейчас создаю, будет объединяться с этой горой. А иначе опять будет слишком много внимания на то место. Будет все выглядеть слишком аппликационно, как будто оно вклеенное туда. А вы видите, чем больше гора высыхает, тем больше начинает проявляться эта желтая туманность. Вот это как раз из-за того, что там были капли воды. Вот что в аквареле тяжело, так это судить о тоне. Например, я наношу сейчас все эти полосочки, и они, кажется, по тоду такие же, как и гора. Но дело в том, что гора, что у меня уже почти сухая, а вот эта краска свежая. А когда она высохнет, она будет так процентов на 70 светлее. И вот это в аквареле очень тяжело, потому что мы не можем заранее точно предсказать, какой по тональности рисунок. Теперь везде, где на дальнем плане у меня получились резкие, четкие края, я брызгаю, чтобы эти края слегка размылись. И вот сейчас перед вами на экране эта работа полностью сухая. И вот посмотрите, что у меня на палитре, и вот он этот индиго, смешанный со всем, что там у меня есть. И теперь этой краской я сделаю линию горизонта слегка темнее. На вид сразу будет казаться, что это темное. Но мы этого темного не боимся, потому что мы знаем, что высохнет намного светлее. И вот для этого как раз нужна хорошая кисточка, чтобы сделать это в одну линию. Просто провести одну длинную линию. А дальше чистой влажной кисточкой я размываю верхний край, чтобы весь этот верхний край слился с этим задним планом, чтобы не было какой-то четкой границы. Нижний край пусть будет четкий. Там как раз вода соприкасается с землей, и там всегда четкая линия. Теперь дальше пойдет рельефность для воды. Это такие небольшие закругленные линии. Здесь еще главное часто менять влажность кисточки, чтобы какая-то линия была влажная, а какая-то сухая. И какое-то разнообразие, чтобы какие-то линии были длинные, какие-то короткие. И потом по мере удаления от конца, то есть вы идете ближе к центру, эти линии должны быть более короткие и более тонкие. И то же самое, мы чередуем какую-то линию более темную, какую-то более светлую, какая-то более сухая, какая-то более мокрая. Главное не делать все одинаковые ровненькие штрихи. Очень часто, когда люди наносят эти первые мазки, особенно если не раньше этого не делали, то у них сразу начинается ступор, потому что эти мазки сразу выглядят такие невместные и такие темные, и кажется, ну все, я испортил свою красивую гладкую акварель. А дальше человек что делает? Начинает вытирать, потому что хочется как-то вернуть то, что было. Начинаешь вытирать, а уже так красиво не получается. Думаешь, ну ладно, пусть будут мазки. Начинаешь вводить новые полосы, а они выглядят еще хуже. Поэтому я часто и говорю, что акварель воспитывает характер, потому что в акварели конечный результат сразу не проявляется. Так что не исправляйте, наносите эти мазки, пусть будут такие, как есть, и подождите, чтобы они высохли. Сколько наносить этих полосочек предсказать тоже тяжело. Это все дело вашего вкуса, как все это выглядит для вас. И здесь еще надо поэкспериментировать. Надо сделать 3-4 работы, где количество этих полосочек и их разнообразие будет разное. И тогда вы визуально будете принимать решение, что вам нравится больше. Я забыла сказать еще об одном моменте. Вдалеке вы никаких полосочек не делаете. Получается, что я воду заранее мысленно делю на 3 части. В первой части широкие, длинные, более темные полосы. Во второй части эти полосы чуть короче и не такие темные. А в третьей части полос нет вообще. Может там где-то 1-2 нечаянно заблудились, но и то очень маленькие и коротенькие. Но третья часть должна быть чистая. Во-первых, тогда туда будет привлекаться внимание глаз. А во-вторых, на самом деле, когда вы смотрите на воду, то впереди перед собой вы видите всю эту волнистость. Но когда вы смотрите вдаль, то кажется вода гладкой. А это моя легендарная кисточка. Я ее приобрела, когда мне было 12 лет. Это, естественно, был еще глубокий Советский Союз. Это было так давно, что я даже такие цифры считать не умею. Рядом с моей художественной школой был канцелярский магазин. И в этом магазине был отдел художественных товаров. И там, в принципе, всегда был ватман, какие-то альбомы для акварели и для рисования. Масло было, как это ни странно. Гуашь всегда была в этом магазине. А также была акварель. Но ленинградской акварели не было. Были какие-то другие наборы. А также там продавались кисточки. И вот у них обычно было два набора кисточек. Шесть круглых и шесть плоских. И эта кисточка как раз из этого набора. Эти кисточки были болгарского производства. Чистая белка. И тогда я не понимала, что для масла должны быть одни кисточки, для акварели другие кисточки, для гуаши третьи кисточки. Я использовала эти кисточки для всего. И вот поэтому я говорю, что это легендарная кисточка. Она столько всего прошла. Она прошла и масло, и гуашь, и акварель, и разные растворители. А также лак. Я этими кисточками еще и лаком покрывала масло. И как вы видите, ничего. Все еще живая кисточка. И можно даже пользоваться. Ну что же, теперь о корабликах. Не важно, какого они там цвета. Не важно, если они там белые. Или там красные. Или там какие-то голубые полосочки. Все это не важно. Эти кораблики должны как-то сочетаться с этой горой. Поэтому я использую тот же цвет. Это индиго. В некоторых местах я чуть-чуть добавляю больше ультрамарина. И здесь тоже важно разнообразие. Какой-то кораблик более темный. Какой-то более светлый. У какого-то кораблика видно белая верхушка. Обязательно мачты. Мачты должны быть темные, чтобы их было видно хорошо. А вот здесь у меня получилось слишком пустое и красивое место. И поэтому я хочу это место разнообразить. И вписываю туда еще один кораблик, который плывет к нам. На моей фотографии нет никаких парусных корабликов. Я их сочиняю по ходу дела. И если кто-то из вас понимает в парусном спорте, в парусных судах, то вы меня уж не судите. Я даже не представляю, какого размера эта мачта по сравнению с кораблем. Я вам сейчас расскажу такую интересную историю про эти парусники. В Англии один человек купил картину Ренуара за 100 тысяч евро. У него эта картина висела много лет. И потом он решил ее продать. Но для этого надо оценить было эту картину. И вот эксперты, которые посмотрели, сказали, что это не Ренуар. На картине был изображен парусник в океане. И вот получилась такая ситуация. Анализ краски совпал. Показал, что это именно те же краски, которыми пользовался Моней и Ренуар. Нашли картину Клода Моней, которая была нарисована именно в том же месте и именно этот же парусник. А дело в том, что Ренуар и Моней были друзья, и они все время ходили на пленару вместе. И они очень часто рисовали один и тот же вид, чуть-чуть под разным углом. И почему они решили, что это был не Ренуар, а также не Клод Моней? Потому что высота мачты и лодки по пропорциям не совпадали. А также в лодке сидел человек. И они сказали, по пропорциям человек был слегка большой для этой лодки. И если бы и вправду лодка была такая маленькая, то она бы была больше утоплена в воду, чем на этой работе. И вот они говорят, что несмотря на то, что эти художники были импрессионисты и не прорисовывали никаких деталей, но таких ошибок они не делали. И эта комиссия пришла к выводу, что именно ту картину нарисовала Бланш Моней. Она была приемная дочка Клода Моней. Когда он женился на ее матери, ей было 16 лет. И она сразу увлеклась живописью. И с тех пор она всегда была с Клодом Моней и Ренуаром на всех пленарах. И рисовала, в принципе, то же самое. Лодочку нарисовать, в принципе, легко. А вот теперь парус. И вот здесь опять небольшой секрет. Но это мой личный секрет, потому что я люблю вытирать больше, чем оставлять белые места. Если бы я, например, этот парусник запланировала и все вокруг него рисовала, то, на мой взгляд, это бы не выглядело настолько хорошо, насколько вытертый парус. Я знаю, что многие люди, наоборот, они любят белую бумагу оставлять сразу. Но мне как раз больше нравятся вытертые места, чем чисто белые оставленные места. Но это вот именно мое предпочтение. Вы работаете так, как вы работаете, и так, как нравится больше вам. А иногда, а может быть даже очень часто, мы не делаем то, что нам нравится, правда? Ведь мы делаем то, что получается. Но это тоже неплохо. И вот это мое личное открытие. Я считаю, что детские влажные салфетки – самый лучший способ вытирать краску. Я могу эту краску вытереть даже до самой белой бумаги. Вообще, на Арчес можно вытирать чем угодно. Можно вытирать щетинистой кисточкой, а потом промокать мокрой салфеткой. Но на других бумагах этого делать нельзя, даже на Фабриано. На других бумагах получается иногда грязь. Часто сырость выходит за границы этого белого пятна. Ну и к тому же очень часто бумага начинает скатываться и даже рваться. Вот посмотрите, какая прелесть. А можно было бы еще потереть. Можно было бы вытереть вообще до самой белизны. Но дело в том, что на паруснике есть какие-то тени. И я думаю, что в конце мне придется эти тени даже немножко нанести, потому что уж слишком они белые получаются. Здесь еще надо правильно подобрать эту липкую ленту. Да, я заметила, что мне, когда пишут комментарии и спрашивают про эти клейкие ленты, то часто говорят просто скотч. И спрашивают, почему я не говорю скотч. Дело в том, что здесь скотч – это название фирмы. То есть, если я покупаю эту ленту фирмы скотч, то мы ее называем скотч. А если это какая-то другая фирма, то оно может называться названием этой другой фирмы. Вообще, слово скотч для вот такого здесь редко употребляют. В основном говорят липкая лента. Только из-за того, чтобы не задумываться, какая это фирма. Вот я теперь смотрю на этот парус, и визуально мне кажется, что это именно этот вариант, как у Blanche Monet. Когда парус слишком короткий для этой лодки. И лодка высоко сидит. Так что мне судьба нанести отражение, и этим отражением посадить лодку ниже. Ну а парус уже все, будет такой. И так как эта лодка идет под парусом, то нам обязательно надо пару человек. И вот здесь нам надо будет постараться, чтобы эти люди не были слишком большие. Для того, чтобы показать отражение от этой лодки, я использую смесь кобальта и охры. И пока я использую эту краску очень жидкую, чтобы она ярко не высохла. Если мне форма этого отражения понравится, то я его потом сделаю темнее. И к тому же, когда я нарисую людей, то они тоже должны как-то отражаться. А так, в принципе, эта работа готова. Всего-навсего еще несколько штришков, и все. Я надеюсь, что этот формат видео, который YouTube называет «Премьер», вам понравилось. Мне кажется, что это даже лучше, чем видео «Лайв», когда прямая трансляция. Это видео я сняла заранее, я его озвучила заранее, поместила в YouTube заранее, а потом там есть такая функция, называется «Премьер». И это дает возможность мне смотреть это видео одновременно с вами и видеть сразу же вопросы и комментарии, которые вы печатаете, и сразу же отвечать. Единственное, что эта функция работает один раз для одного видео. То есть после этого это видео записывается и уже будет как обыкновенное видео. Теперь еще надо сделать мачту и обязательно птичек. Над океаном всегда летают какие-то птички. Причем у нас здесь на севере Калифорнии очень много разных птиц, вот именно океанских птиц. Не только чайки, но и какие-то маленькие пеликаны, какие-то маленькие черные птички. В общем, тут столько всякой живности. На парусник не падает прямое освещение, прямые солнечные лучи. Поэтому парус должен быть не такой белый. Птички я делаю просто брызгами, потому что если отдельно рисовать каждую точечку, то будет получаться закономерность, а от этого будет какая-то неестественность. Я обычно выбираю 3-4 точечек, такие покрупнее, и делаю из них маленькие треугольнички. И тогда получится, что несколько птиц к нам ближе, а остальные где-то вдалеке просто какие-то там точечки летают. Сейчас, если штатив позволит, то я вам покажу свое рабочее место. Вы можете разглядеть мою палитру, и как вы сами видите, одна сторона для теплых цветов, вторая для холодных цветов. Сегодня я приготовила для вас небольшой сюрприз. Дело в том, что я рисовала две картины сразу. Одну на хорошей бумаге, на бумаге Арчес, а вторую на обыкновенной целлюлезной бумаге, но для акварели. Краски те же, кисточки те же, техника та же. И вот посмотрите, какая разница. Посмотрите, какое грязное небо. Хотя все было сделано одинаково, в одинаковом порядке. Так что, если вы рисуете со мной, и у вас получается грязь, то это из-за бумаги. Говорят, что к каждой бумаге можно приспособиться. Не знаю, у меня не получается приспособиться к каждой бумаге. Я сейчас положу две этих работы рядом, чтобы можно было сравнивать. И вот посмотрите, какая большая разница. Единственное, что на этой грязной работе мне мост нравится больше, потому что видно по этому мосту, что это были быстрые мостки. В небе получается, что там ультрамарин, кобальт и охра. И я думаю, что вот этот ультрамарин и развел эту грязь, что эта бумага плохо работает с ультрамарином. А там, где был океан, был кобальт и охра. И там как раз грязи не было. Сейчас перед вами эта работа сухая, и это при дневном освещении. И я считаю, что немножко есть ощущение скучности, скучности, что вот смотришь на эту лодку и ничего там не происходит. И чтобы это исправить, я делаю тень более яркую, более зеленую. А также этой тенью я хочу посадить лодку еще ниже. Правда, да? Вот смотрите, я считаю, стало намного лучше. При высыхании интенсивность не будет такая яркая. Но я посмотрю, как это будет выглядеть. Если будет надо, я еще один слой добавлю, вот именно этой зеленоватой краски. И это опять смесь кобальта и охры. Я еще что думаю, там, где лодка касается воды, нужна темная линия. И эту линию нужно сделать сейчас, пока эта краска свежая, чтобы она как-то равномерно разошлась. Тогда не будет четкой границы у линии. А также темную линию, где сидят эти люди, это будет обозначать там немножко больше тени. и небольшие темные буквально, как точечки, черточки, там, где идет отражение мачты. Ну что ж, все, работа окончена. Видео тоже подходит к концу. Возможно, YouTube отсоединит чат сразу, как только закончится это видео. Так что я буду прощаться. До свидания. Всего вам хорошего. Обязательно возвращайтесь на мой канал.